Привет еще раз. Для видео напомню, что меня зовут Сергей Калабин. Мы продолжаем секцию мобильных интерфейсов. Для начала расскажу о себе. Как вы уже знаете, я руководитель дизайна в музыкальных сервисах Яндекса. Покивайте, если меня хорошо слышно. Ага, спасибо, ребятки. Ну, а до этого я также работал в нескольких других проектах, таких как новости, прогулки, диск. Но это не очень важно. И вместе с моим коллегой Скорей Васюниным мы ведем лекции на тему интерфейсов. Сегодня у нас вторая лекция. И мы коснемся такой темы, как продукты и платформы. Говоря про мобильную разработку под продуктом, я подразумеваю ваше мобильное приложение, а под платформой, соответственно, ту операционную систему, на которой вы его реализуете. Мы поговорим о гайдлайнах операционных систем, о том, как их использовать, как их не использовать. И, в частности, у многих дизайнеров, кажется, их заботит вопрос, как не сделать что-то усредненное, как не потерять некое лицо в гайдлайнах операционной системы. Но вообще я вам по секрету скажу, что проблема, дизайнер принес все кастомное, как нам теперь это разрабатывать, стоит не менее остро. В общем, мы об этом поговорим. Так вот, как не потерять себя в гайдлайнах? Ну, я считаю, что ответ заключен в самом приложении, которое вы делаете. Но давайте по порядку. Огей, реально быстро. Очень простой вопрос. Какой ваш любимый ковер? Не нужно чехарды с микрофонами, просто поговорить со мной полминуты. Любимый ковер. Вы вообще любите ковры? Ну, по крайней мере, сейчас какой твой любимый? Вот такой вот нейтральный. Окей. Мой любимый ковер Серпинского, потому что он фрактальный. Зачем я вас это спросил, вы поймете потом. Окей, мы поговорим про платформу, продукт. Мы вообще, чтобы понять, как не потерять какое бы то ни было лицо в чужой среде, нужно сначала договориться, в общем, о какой среде идет речь и о каком лице мы говорим. И в конце мы попробуем понять, как со всем этим жить. Окей, начнем с гайдлайнов. Сначала вопрос. Зафиксируйте в уме, подумайте, но не говорите, что вы представляете, когда слышите слово гайдлайны. Поднимите руку, кто подумал о чем-то вот таком. Как-то вяло и мало рук. О чем подумали остальные ребята? Что-что? Слова, компоненты, правила. Хорошо, это важный момент. Неудивительно, что кто-то из вас сориентировался на визуальную часть. Вы как дизайнеры в первую очередь с ней работаете. Также хорошо, что вы подумали о правилах, о системе, о словах. Мы всего этого коснемся. Но давайте действительно начнем с визуального языка. Визуальный язык системы это важная ее часть. По сути, это то, что позволяет ей выглядеть целостно. Визуальный язык это некая всеобъемлющая схема или стиль, который курирует все решения внутри операционной системы. Все решения внутри некой линейки продуктов, например. Причем этот стиль, казалось бы, он важен не только для дизайнеров. Пользователи операционных систем, они чувствуют его, любят его тоже. И если вы ненароком его нарушите, они готовы с вами совершить всякие непотребства. Пример из жизни. Когда мы запускали первую версию обновленной Яндекс.Музыки на Android, мы делали это параллельно с другими операционными системами, она выглядела примерно вот так. И это решение казалось нам на тот момент классным. Красивое, разблюренное меню, кастомная анимация, движение. Естественно, пользователи восприняли это неоднозначно, ругали нас за это. И в следующей итерации мы применили более гайдовый подход. Мы заменили сайт-меню на дровер, нативное решение для андроида. Мы убрали блюр, но мы оставили общий принцип, что обложка играющего трека попадает в меню, но адаптировали его под операционную систему. Вообще, к слову, давайте быстренько сравним приложение. Например, я выбрал Telegram под iOS и под Android. Начнем с того, что это мессенджер, и его задача подменить функцию системы общения. Логично, что он пытается выглядеть нативным на обоих операционных системах. Не знаю, как вам, но мне стиль андроида кажется более выраженным. Как минимум из-за того, что там есть яркие пятна цветные, которые наследуют гайдлайны стиля. И вообще, это видно в гайдлайнах андроида. Он более выражен. Но что интересно, это видно тогда, когда задача показать себя, убрав все детали. И Android, Google говорит про свои гайдлайны вот так. То есть, ну, это что-то яркое. Запомните эту мысль, и мы к ней позже вернемся. Окей, визуальная часть важная, но не единственная. Гайдлайны операционной системы — это также привычки пользователей. Это концентрированный опыт, который они получают, пользуясь системой. Раз за раз, пользуясь одинаковыми элементами, по одинаковым правилам, они привыкают к этим правилам, они принимают их и считают их естественными. Вы с Колей рассматривали простейший пример такой привычки — это системные навигационные кнопки в Андроиде. Привычки, как вы знаете, формируются за счет повторения. Примерно на этом слайде вы, наверное, уже поняли, что вот такой знак означает, что у меня сейчас будет к вам вопрос. И, собственно, вопрос есть. Помимо визуала, визуальной части и концентрированного опыта, какая еще часть операционных систем, какая часть гайдлайнов может быть нами затронута сегодня в этой теме? Микрофоны представляться, и я буду рад вашим вариантам. Нет? Нет желающих? Я попробую вам помочь. Ну, давай, что ж ты. Жми на кнопочку. Кирилл Мускалев. Ну, возможно, рекомендации и концепты описаны. Нет, не то, что я имею в виду. Но спасибо за вариант. Прием. Сережа Матвеев. Наверное, то, как разрабатывается продукт относительно разработчиков. Бинго. Разработка. Гайдовым элементом авторы операционных систем поставляют готовые архитектурные решения. Это возможность очень быстро имплементировать какую-то фичу, какое-то решение без дополнительной разработки. Ну, условно, если вам нужен экран с тайлами, пожалуйста, вот готовый компонент с тайлами, его не нужно писать. Вот весь обвес к нему, анимации, все взаимодействия, все готово, из коробки, можно использовать. Разработчики любят такие решения, естественно, потому что они экономят ресурсы. И вам на самом деле важно тоже учитывать этот момент и брать на себя ответственность за ваши дизайнерские решения в том формате, насколько они расходуют ресурсы, которые у вас есть. Это то, о чем необходимо думать в работе. Ну, то есть не стоит сосредотачиваться только на пуговице, думайте про весь костюм. И, в частности, здесь ваши смежники, разработчики используют какие-то ресурсы. Это ваши общие ресурсы. Окей. Что мы узнали? Гайдлайны системы — это некий быстрый старт. Это работающее решение, концентрированный опыт, который вы можете использовать, чтобы начать делать правильный подходящий опыт для пользователей этой операционной системы в вашем приложении. Коротко говоря, гайдлайны — это язык. Давайте дадим определение языка. Если вы не знаете французского, у вас, вероятно, возникли трудности с тем, чтобы понять, что я сейчас сказал. Те, кому не знаком белорусский язык, тем не менее, все равно могут уже на этом слайде попытаться декомпозировать это предложение. Кстати, пользуясь случаем, я хочу передать привет нашей команде Android-разработки, которая находится в Минске. «Ребята, съешьте ходун, в кутки смачни». Ну и теперь, кажется, все должно быть понятно. Так и с гайдлайнами. Важно быть понятым. Ну, это буквально язык, на котором здесь принято говорить. Хорошо, давайте поговорим о том лице, которое мы не хотим потерять. Есть такая штука, как бренд. Бренд — это некий набор характеристик, который позволяет вашему продукту быть быстро узнаваемым среди конкурентов, быстро узнаваемым в любых ситуациях. Ну, вы поняли. В основе бренда лежат некоторые ценности и идеи, которые дальше находят свое отражение в визуальном стиле этого бренда. И тот факт, что вы не знаете, какие ценности у вашего бренда, или они четко не зафиксированы, не означает, что их нет. И в то же время тот факт, что они четко не зафиксированы, обязательно найдет отражение в вашем визуальном стиле. Просто потому, что это неразрывные связанные вещи. Окей, в общем, визуальный стиль — это система определенных визуальных компонентов и правила их применения. Вы, вероятно, сталкивались с этим, с визуальным стилем, в рамках такого понятия, как брендбук. И здесь тоже есть интересный пример. Сервис Яндекс.Диск, у них есть такое свойство, у них есть диск. И ребята не ограничиваются простыми приемами использования логотипа. Они пошли дальше, они взяли всю вот эту космическую тему, оседлали ее и используют ее в своих решениях. Там вот мы видим людей в черном. Ну, в общем, все, что связано с космосом, ребята, это простраивает всю свою визуальную коммуникацию. Это не явный сигнал, он дополнительный к их основной графике. Но это очень сильное воздействие, которое тоже имеет место быть. Ну, вот еще пара примеров, как это можно использовать. Это история про то, чтобы выйти за стандартные какие-то решения, там, шрифт, картинка, цвет, и брендировать свое приложение как-то более изощренне. Окей. Да. Помимо визуального стиля, ценности и идеи транслируются через сам продукт, который вы делаете. Условно, у вас есть булочная, вы коммуникационно рассказываете историю о теплой выпечке ранним утром в компании друзей. Но если у вас паршивые круассаны, у вас паршивые круассаны. И вы ничего не с этим сделаете. Мы очень любим приводить в пример Snapchat. У него довольно специфический интерфейс, который многим может показаться сложным в освоении. Но есть и интересная обратная сторона. Пользователи Snapchat на перемене между биологией и литературой могут подойти к друг другу и сказать, блин, посмотри, какую штуку я нашел. Оказывается, можно делать вот так. И, возможно, те же самые ограничения интерфейса, они сдерживают более старую демографию от проникновения в приложение. Другой пример отражения ценностей в продукте Яндекс.Навигатор. Для того, чтобы обеспечить сквозной кроссплатформенный опыт на любом устройстве, команда навигатора решила написать его на кастомном языке. То есть это кастомное решение даже уже не в дизайне, а в самой архитектуре приложения. Яндекс.Навигатор полностью написан на языке OpenGL. То есть это возможность на всех платформах условно присутствовать в одинаковом каком-то качестве. У вас один код. Но это также пример опасности такого подхода и истории про ответственность разработку. Из-за того, что навигатор полностью написан на OpenGL, любые изменения требуют больших сил, большого напряжения команды разработки и вполне специфических компетенций. То есть нужно как минимум знать, что такое OpenGL и как на нем писать. В-третьих, пользователи выстраивают свое восприятие бренда и через опыт взаимодействия с продуктом. Если возвращаться к теме про общий пит, из трех кофейн вы, вероятно, выберете ту, где вам удобнее всего было сидеть или ту, где с вами лучше всего обошлись. Обратный пример. Если вы считаете, что бар должен быть грязным и аутентичным, вы, вероятно, пойдете в то место, где вам нагрубят и плюнут в пиво. Окей, что мы поняли? Восприятие бренда происходит через визуальный стиль этого бренда, через свойства того продукта, который он поставляет, и через пользовательский опыт. Вообще вопрос про бренд и продукт, бренд порождает продукт или продукт порождает бренд, он примерно похож на вопрос про курицу и яйцо. Он опасный, и я его сегодня не буду трогать. Окей, если гайдлайны операционной системы – это язык, то условно бренд – это что ты говоришь и как ты говоришь. Тиан, гарсон, вази! Кэске спас ля? Вази, же парле! Кажется, даже не знаю французского, вы примерно понимаете бренд, который я представляю таким образом. Окей, что мы поняли. Гайдлайны системы дают нам какой-то концентрированный пользовательский опыт, который вы можете использовать для старта. Вы понимаете, чего люди от вас ожидают, вы понимаете, как они привыкли пользоваться календарем, списком, своими бытовыми потребностями. Бренд подсказывает вам, как вы должны быть представлены, где те точки, где вы должны ярко высказаться. Казалось бы, делай все по гайдлайнам, кроме тех мест, где нужно выпендриться. Увы, не все так просто. Давайте реально быстро посмотрим на вот это приложение. И это открытый вопрос. Как вам кажется, это приложение нативное или кастомное? Оно ближе к стилистике андроида, к стилистике операционной системы? Или оно самодостаточное, оно представляет себя элегантным решением в рамках гайдлайнов, но отстраивается? Микрофоны, имена и ваше мнение. Вперед! Саша Бизиков. Мне кажется, что это родное приложение, потому что здесь элементы повторяют стиль именно материал-дизайна. Например, он-то кнопочка оранжевая, хедер. Но он немного увеличен. Также навигационное меню, где кнопка назад. Но это немного, наверное… Да, ну, может, чуть-чуть не по гайдлайнам. Ну, мы поняли твою позицию. А у тебя альтернативное есть мнение? А там вот твой коллега был раньше. Ну, я просто Кирилл Маскалек. Я хотел сказать, да, что здесь очень элегантный отступ от гайдлайнов, и все-таки это скорее самодостаточное приложение, но которое имеет бренд-элементы гугловской платформы, в частности, большой синий хедер и кнопочку. То есть это как бы не гайды, это бренд-элементы только. А что вы скажете об этом приложении? Совсем не по гайдлайнам. Давай. Миша Ильсеев, мне кажется, оно вполне по гайдлайнам, просто они немного отошли от них и сделали свой бренд более показательным. Убрали синий кирпич сверху, в смысле? Ну, в общем-то, да. Потому что она обычная верстка. И кнопочку кругленькую, и все выглядит так же, в принципе. Альтернативное мнение? Мне кажется, тут ситуация как раз наоборот. Тут сделано все по гайдлайнам, но добавлены бренд-элементы как раз в for-title, то есть шрифт с засечками в заголовках. Видимо, их фирменный белый. Фирменный белый любой газеты. Да, ну, как вы видите, все неоднозначно, и нужно думать о задаче. Безусловно, если вы газета, ну, что вам нужно, кроме удобного, легкого чтения? У вас есть простая сетка, у вас есть тексты, у вас есть ваш black letter логотип, который дает сразу понять, что это газета. А может быть и нет. Может быть, это был какой-то спецпроект, он решен вот так, и, может быть, это не лучшее решение. Ну, мы не знаем. Но в ваших продуктах вы знаете. Вы понимаете цели и задачи. В общем, все действительно неоднозначно. Давайте ненадолго отвлечемся, я попробую еще вам подвзорвать мозг слегка. Давайте проведем мысленный эксперимент. Представьте, что перед вами два близнеца. Они абсолютно одинаковые во всех своих физических характеристиках. Просто вот два абсолютно одинаковых человека. Никак это бывает с близнецами, что что-то немножко не похоже. Два абсолютно одинаковых физические человека. Можем ли мы сказать, что они идентичны друг другу? Ну, мнение, открытый вопрос. Давайте, да, микрофон представится. Саша Бизиков. Считаю, что нет, они не будут полностью идентичны друг другу, как минимум, потому что у них могут быть разные мысли и суждения в зависимости от их жизненного опыта, потому что наверняка он был разный. Шимов Алексей. И вот это немножко в развитии. Они могут быть очень идентичными, например, на стадии, когда они дети. Если это дети, и у них нет еще индивидуальности, они вот будут идентичны с приобретением опыта. То есть после того, как, например, они уедут, скажем так, от родителей, может, чуть раньше, они вот уже будут не похожи. Продолжая ту же тему, они изначально будут с момента рождения, они начнут сразу друг от друга отстраиваться, они не станут различаться ровно в 18. Они изначально с самого детства по-разному воспринимают что-то, что с ними происходит. Один хочет есть, он агукает, второй хочет есть, он рыдает. То есть тут вопрос восприятия с самого начала. Я смотрю, еще есть мнение. Давайте последнее и двинемся дальше. Резюме сделаю какое-то. Давай сделай резюме. Иван Поколюк. Мне кажется, ну если опять визуально, поначалу они будут похожими. Ну, соответственно, чем старше, юзер-экспириенс у всех разный будет, поэтому они будут различаться. Окей, это открытый вопрос, и у меня есть просто мое субъективное мнение. Мое субъективное мнение таково, они не могут быть идентичны, потому что если бы они были абсолютно идентичны, почему их два? Окей, теперь даже когда два близнеца не кажутся вам идентичными, давайте рассмотрим вот такую ситуацию. У нас есть дерево, мы его спилили и сделали из него бумагу. Это бумага, это все еще то самое дерево или нет? Иван Поколюк. Давай, Иван. Какие-то частички старого дерева остались, но на нем есть какие-то другие химические элементы, которые могут немного изменить его структуру. Ну, давайте скорее так, есть ли люди, которые считают, что это все еще то самое дерево, вот прям, да, я смотрю на бумагу и вижу дерево. Ага, ну, это приятно видеть, хорошо. Тогда вопрос. В какой момент дерево перестало быть деревом? Когда мы распилили его на части, когда мы засунули его в перерабатывающую машину и сделали из него опилки? Или когда мы его спилили, оно умерло и таким образом стало мертвым дерево, ну, то есть перестало быть живым? Но, кажется, мертвое дерево все еще дерево. В общем, возвращаясь к нашей теме, есть некие определяющие характеристики. В частности, у того же дерева есть важные определяющие характеристики, которые позволяют нам понять, что это дерево, идентифицировать его. Естественно, у операционных систем есть такие определяющие характеристики. И здесь важно вспомнить, что то, что для вас является системой, для создателя этой системы, это их продукт. И неудивительно, что в какой-то момент самые яркие характеристики, определяющие характеристики этого продукта, начинают выполнять функции брендинга для него. То, что, ну, в общем, это видно и на примерах из гайдлайнов, которые мы рассматривали раньше, это видно в той реакции неоднозначной, когда мы не можем точно понять приложение, ну, считать его нативным или оно какое-то кастомное. Я считаю, что необходимо найти состояние баланса. Система должна быть представлена достаточно, чтобы решать те сценарии, которые вы предлагаете пользователю. Ему должно быть комфортно, он должен понимать, что он делает, вы должны говорить с ним на одном языке. В то же время, ну, ваш продукт, ваш бренд должен проявлять свои свойства. Где-то вот между этими двумя полюсами должно находиться это состояние баланса, оно, ну, в вашем продукте может находиться, ну, где угодно. Оно может быть ближе к бренду, ближе к платформе. Прийти к этому можно через задачу. Я быстро покажу два полюсных состояния. Это Яндекс.Диск. Я считаю его очень нативным. И мне кажется, что это происходит из-за того, что он, опять же, подменяет функцию операционной системы, хранение файлов, работа с ними. И, соответственно, ему здесь выгодно быть похожим на привычный опыт, сказать, я все то же самое, просто пользуюсь мной. Альтернативный пример более кастомного приложения это Яндекс.Такси, которое конкурирует с другими сервисами по вызову такси. И это совершенно другая история, где такси здесь пытаются предложить какой-то уникальный опыт, что все очень просто, нажимаешь кнопку, приезжает такси, магия. В общем, единого правильного ответа нет. Но я попробую дать вам некую схему, по которой можно думать о том, как вы работаете над приложением. Потому что вот сейчас вы начали делать или начнете делать свои собственные проекты. И у вас, с одной стороны, может возникнуть желание сделать все уникально, но тогда вам нужно помнить про правила, понимать, что они есть. Или наоборот, желание сделать все по гайдлайнам операционной системы, чтобы попасть максимально в опыт. Два крайних состояния, кажется, не самый верный путь, по моему мнению. И, в общем, вот эту схему восприятия, которую я хочу вам попробовать дать, я ее, чтобы не быть голословным, покажу на примере нашего приложения Яндекс.Радио, которое могло выглядеть вот так. Мы не остановились на этом этапе, мы пошли дальше. И сейчас я расскажу, как мы шли, чем мы руководствовались и, что самое главное, почему мы вообще решили идти дальше. Сейчас, я напомню, приложение Яндекс.Радио выглядит вот так. И оно увидело свет вот таким. Окей, что делать? Для начала определите цель. Поймите задачу вашего продукта. Что вы пытаетесь дать людям? Что это за уникальный опыт? Что они делают при помощи вашего продукта? Какую задачу решают? Например, для Яндекс.Радио мы определили свою задачу, как сделать простое приложение для прослушивания музыки, музыки по запросу. Это когда ты знаешь, чего ты хочешь, настроение или какой-то интент. Он демант. Задача позволит вам выявить базовые принципы, на которые вы сможете ориентироваться. Это некие законы, с которыми вы можете сравнивать все свои движения, все нововведения, которые вы хотите внести, фичи, что-то еще. Для того же радио мы выявили для себя вот такие принципы. Что это такое? Я раскрою некоторые из них. Например, простота. Мы делаем простое музыкальное приложение. Что значит простое? И, вероятно, это возможность зайти в него и быстро включить музыку, просто нажать одну кнопку, и появляется музыка, которая тебе нравится, и все хорошо, и что дальше? И дальше ты, вероятно, ее слушаешь. Нужно тебе при этом смотреть на экран. Нет, ты убираешь телефон в карман, и он просто там лежит. Ты не видишь даже интерфейса. То есть получается, что наш идеальный сценарий это открыть приложение, за пару секунд включить какую-нибудь радиостанцию и два часа держать его в кармане и не видеть экран. Это позволяет и помогает нам сделать определенные решения относительно того, как оно должно выглядеть. То есть это могло быть приложение с гораздо более богатым визуалом, но был бы он проще, и кто бы его увидел, если все время телефон лежит в кармане. То же самое про скорость, все направлено на музыку. И дичь — это то, что мы хотели добавить, то, что мы хотели привнести в продукт, то, как нам было интересно его создавать, и нам казалось, что так правильно, то есть продукт должен быть веселым, радостным. Возьмите эти базовые принципы и приоритизируйте их. Поймите, какая функция должна быть максимально доступной, и что обязательно человек должен выполнить, и у него не должно возникнуть никаких преград на пути. Какое место в приложении обязательно должно нести ваше высказывание. И если вы не пройдете этот этап, может получиться глупая ситуация, что тот участок, который, казалось бы, должен представлять вас, вы сделаете максимально гайдово. Или наоборот. Пару примеров приоритизации. У нас в Яндекс.Радио простое нативное меню. В рамках того же принципа дичь мы могли сделать какое-то очень интересное, необычное 3D-меню, где шары вращаются в некой вселенной музыки, и ты погружаешься, и она играет, и магия происходит перманентно. Но соотносительно другим нашим принципам, таким как простота и скорость, меню не должно вызывать вообще проблемы во взаимодействии, ты просто знаешь, как она работает, это список, не нужно ничего придумывать. Это пример того, что приоритизация происходит даже между вашими принципами. И вы принимаете это решение вместе с командой. Эти противоречия, это не странно, так бывает, и вам здесь нужно взять сильную сторону. Другой пример — это цветная полоска в плеере. Мы сделали ее, чтобы погладить пользователей Андроида, использовать фичу, которая привычна для них в их операционной системе, и подчеркнуть смену цвета станции, вот эту нашу визуальную тему. И что самое интересное, нам это практически ничего не стоило, потому что это гайдовый компонент, совершенно нативная часть, которая не потребовала никакой разработки. В общем, еще раз, определите цель, обозначьте базовые принципы, которыми вы будете руководствоваться, и об которые вы будете проверять все новые идеи. Вы можете обмануть сами себя, желая придумать миллиард новых фич. Базовые принципы и цель помогут вам ограничить эту выборку и понимать, куда вы движетесь в любое время. И приоритизируйте, не плавайте в хаосе, ориентируйтесь и понимайте, где вам важно выступить максимально хорошо для каждой из задач, которые вы решаете. Спасибо. 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 Спасибо.